А сколько вопросов можно задать, Александр Васильевич? У меня три. Ну что, коллеги, начинаем, если позволите. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, представители и руководители СМИ. Сегодня мы собрались, чтобы я ответил, как глава городского поселения Воскресенск, на некоторые вопросы, которые образовались после моего выступления, после моего отчета на Совете депутатов городского поселения Воскресенск. Хочу поблагодарить вас, всех, кто принял участие в обсуждении моих докладов, в том числе в средствах массовой информации. Хочу сказать, что ожидал большего, в смысле, может быть, критики, да? Хочу отдельно поблагодарить редактора Воскресенских деловых вестей Сергея Рудакова, который, в общем-то, большую аналитическую статью сделал по моему отчету. И вот в своем коротеньком выступлении я хочу сказать, что все, о чем я говорил, и характеризую общую экономическую обстановку городского поселения Воскресенск, это подтверждается и итогами первого квартала 2015 года. Специалисты меня поймут, тем, кто, в общем-то, с бюджетом особенно не знаком. Могу сказать, что вот в численном выражении, если сравнить с первым кварталом 2014 года этот, 2015 год, значит, налоги в городском поселении Воскресенск возросли по 35%. Но это не совсем корректно, так говорить. В общем, если считать в сопоставимых показателях, то это примерно плюс 10% к прошлому году. Поэтому могу сказать, что городское поселение Воскресенск развивается динамично, и особой тревоги и тем более паники это не вызывает. Значит, у нас много планов на этот год. В связи с решением правительства Московской области просто эти планы и те работы, которые мы будем проводить, у нас просто будет согласование с ведущими министерствами, с курирующими министерствами и с комитетом по конкурентной политике, что, в принципе, мы уже делаем и сделали к сегодняшнему моменту. Хочу сказать, что администрации достижениями городских предприятий не занимаются напрямую, и мы не ставим себе в заслугу их достижения. Но знать положение дел на тех предприятиях, которые имеют важное значение для города и не скроют для бюджета города, это мы не имеем права, и это нам нет. Благодаря стабильной работе предприятий и пополняется бюджет Воскресенск. Отметил я положение дела на Воскресенских минеральных удобрениях, но это понятно, это одно из крупнейших предприятий, бывшие градообразующие, имели место проблемы на нем в прошлом году. Слава Богу, они, в общем-то, точку спада, скорее всего, прошли. Сейчас они развиваются достаточно спокойно, реализуются новые проекты, продуктовые линейки, и модернизируются производства. Вот, в принципе, коротко все, что я хотел сказать. Я готов ответить на ваши вопросы. Отчет мы раздавали, у всех он, наверное, есть. Значит, ну, если вы пришли, значит, вы почитали отчет еще, посмотрели репортаж Виктора Тарасова, он напрямую полностью записал, в газете «Наше слово было опубликовано», ну и те, кто был слушан. Вот, наверное, в принципе, и все, что я хотел сказать. Пожалуйста, готов ответить на вопросы. Пожалуйста, Екатерина Иванова, редактор Воскресенского деревьев. Александр Васильевич, как реализуется программа «Безопасный город»? Значит, очень важный вопрос, и важный вопрос по некоторым, по многим позициям. Первое, что действительно наличие видеонаблюдения, оно напрямую влияет на состояние криминогенной обстановки. И важно, что и то, что вот в прошлом году у нас был совершен акт вандализма на мемориале «Вечный огонь». На одном из совещаний я задал начальнику штаба Колоскову вопрос, чтобы он пояснил. Он обещал, что информация об этом преступлении будет достоянием общественности. Значит, в прошлом году у нас была разработана программа «Безопасный город». Был разработан проект. Проект начал внедряться. В прошлом году мы установили восемь камер видеонаблюдения. Это камеры, в том числе, на мемориале неизвестному солдату. Это детские спортивные площадки и большая площадка, которая губернаторская, которая была установлена по программе «Губернатор Московского областа на улице Рабочая». Ну и еще там несколько. Значит, вся информация с этих видеокамер, она выведена на 11 этаж. Это единая диспетчерская служба у нас. И на монитор дежурного по воскресенскому углу. В этом году будет установлено еще восемь камер. Хотя по плану, по программе «До 19-го года» мы должны установить, если непонятно изменяет, порядка 110-ти камер. То есть всего получается 16. 8 установлено, 8 будет. Да, в этом будет больше 16. Павел Васильевич, секунду, можно к этому вопросу финансировать? Это кто этот вопрос? Город? Город. Значит, у нас в 12-м году, да, в 12-м году по областной программе было установлено 18 камер видеонаблюдения. Одной из подрядных фирм – это были средства Московской области, но до сегодняшнего времени они встроены и введены. И я не знаю, что будет с ним. То, что провода для себя, по сути, не проводят у нас? Ну, это не только их. Это не только их. А можно назвать организацию, которая будет заниматься обслуживанием камер видеонаблюдения? Ольга Сергеевна, с какой организацией у нас заключен договор на обслуживание камер видеонаблюдения? Не помню? Какая еще не заключена, а сейчас в стадии заключения. В стадии заключения. А какая фирма делала, проводила работу? Вопрос по отчету, по вашему, которому мы ответ не нашли. В 2012 году в своей предвыборной программе вы озвучили следующее. К нам придут предприятия с новейшими технологиями, а также пообещали, что руководители некоторых предприятий повысят заработную плату. Вот, Анастасович, скажите, пожалуйста, назовите хотя бы пару предприятий с новейшими технологиями, которые открылись на территории городского поселения за последние два года. И какие именно предприятия за последние два года увеличили уровень заработной платы своим работникам и в каком количестве? Практически все предприятия увеличили заработную плату. Назвать я могу проще хотя бы одно. Это фирма по производству нержавеющих труб. Не самих нержавеющих труб, а изделий из нержавеющих труб, которые мы открыли в Велом Эндастрии. Это предприятие находится, местоположение это на территории промплощадки Искричанского минераловного удобрения. То есть только одно предприятие? Ну, ты просил назвать хотя бы одну, я одно назвал. Ну еще одно. Пожалуйста. Техно Николь Пак. Вот я не помню, как он в 2014 году открылся или в 2013? Николь Пак работает с 2010 года. Ну, второй цех открылся. Цех там открылся. Позвольте, второй вопрос. Вот касательно тоже парковок. Планируется ли на территории городского поселения создание муниципальных или коммерческих парковок? Или, а еще и планируется ли создание перехватывающей парковки около платформы 80-м километров? Потому что там, на улице Железнодорожной, во дворах соседних домов сейчас паркуют те машины, кто ездит на работу в Москву. Вопрос очень хороший и неправильный. Значит, перехватывающая парковка около платформы 80-м километров будет открыта. И будет открыта в этом году. Это на месте двух снесенных домов по улице Железнодорожной. По парковкам, значит, мы в этом году, в 14-м году делали, и в 15-м году планируем. Планируем тоже. Я сейчас посмотрю, какие у меня там улицы, если вам интересно. В общих чертах, пожалуйста. Ну, тогда в общих чертах планируется. Да? Да. Оксан Васильевич, а можно добавить, дом там, не параллельно, а, как бы сказать, симметричен тому, что построен, не будет такого? Ну, как бы ворот, что бы здесь, ну... Тоже вопрос хороший. Тоже вопрос хороший. Значит, сейчас мы готовим документацию. Эта территория вошла в программу развития застроенных территорий на территории города. Было бы логично, если бы там похожий дом бы там, да, или украшал бы въезд в город, там, хотя это не в общем-то въезд, там, с путепроводой и так далее, и так далее. Эта работа проводится. А сейчас у нас законополномочий, законам внесены изменения. Это будет решаться на уровне правительства Московской области и Воскресенский муниципальный район, потому что Воскресенский муниципальный район будет проводить решение о проведении аукциона или конкурса. В первую очередь, наверное, инвестор, наверное, для правительства. У нас есть, по этой площадке инвестор есть. И еще есть у нас примерно 8 человек инвесторов по тем остальным территориям. У нас около 20 их, сейчас не помню точно, застроенных территорий, программу которой мы принимали на совете депутатов. Все шлагобочные дома у нас нашли в программу? Да. А проблема с парковками на обострении будет, если будет построена еще одна миллиона? Она не будет, что мы. Значит, вопрос тоже правомерно. Сейчас на уровне правительства области принято решение, что при планировании территории обязательно наличие парковок. И я сейчас не помню, в каком, не менее там... 420 парковочных ночи. На тысячу. На тысячу, да. Поэтому, да. По-другому просто не идти. Скажите, пожалуйста, а вот район в порядке парковки, да, вот там строится жилой комплекс, а вот как бы выезжать, ну, депонируется каким-то, ну, дороги, выезжать будет тяжело. Александр Иванович, тоже вопрос хороший. Тоже вопрос хороший. Значит, мы прорабатывали этот вопрос с РЖД. Значит, предварительная стоимость проекта и работы – это порядка 100 миллионов. 100 миллионов – это расширение от проезда существующих, как там говорят, с народа, с космопрогона, да. Это не потянуть, сама железная дорога не идет, как бы на это. Мы просили еще в другом месте попробовать переезд сделать, вот это в районе Шитерна. Там вообще нельзя. Значит, мы сейчас для ослабления, вот, сглаживания этой ситуации, вы знаете, мы отремонтировали дорогу по улице Осипенко. Чуть ранее городское поселение Харлова отремонтировало там эту дорогу через Вастрянское, Перхурово, через Камону, вот там, с выездом на дорогу Недведко-Ёмкину. Понимаешь, о какой дороге говорит, да? Вот это немного сгладило там, потому что люди получили реально хорошую дорогу, по которой они могут ездить, минуя город, там, в Лопатинский микрорайон, даже и в город. Вот, например, уже это средняя часть. Ну, если уж зашел разговор о дорогах, могу сказать следующее, что редко мы получаем благодарности, хотя в 2014 году было даже письменных мне благодарности, это на работу нашего предприятия, казенного учреждения, муниципального благоустройства и озеленения, и на дорогу, это вдоль забора по улице, какая там улица, около химокомбината, который мы сделали в районе переезда, Кирова, улица Кирова. Конечно, вот по этой дороге много было благодарности. Есть там проблема, она выходит на технологическую дорогу Воскресенских минеральных удобрений, там Волма, ну, сейчас, как бы там она, в прошлом году она в боржское состояние приведена была, но есть еще над чем работать. Поэтому даже автобусы сейчас стали ездить по этой дороге, и, в общем-то, мнение жителей очень положительное. В этом году, если можно коснуться дорог, мы продолжим работу по этим, по дорогам вообще, в целом. Значит, объемы работ у нас не уменьшаются. Вот в денежном выражении, а учитывая, что если мы раньше получали софинансирование из области 95% и 5% муниципального бюджета, то у нас сейчас соотношение 60 на 40, 60 муниципальный бюджет и 40% областной. То есть мы более в 12 раз увеличили бюджетное финансирование на дороге. Мы будем продолжать эти дороги, внутриквартальные территории. Могу сказать, что в прошлом году мы являлись базовым муниципальным образованием, в котором мы были базовыми и кураторами 11 муниципальных образований по подготовке документации, по проверке, по проведению конкурсов, ну и вообще оформлении всех документов. В прошлом году правительство области нас похвалило за хорошую работу. Ну, в этом году, кавычка примеровала, мы 27 муниципальных образований уже курируем в этом году. И все муниципальные образования, это Юго-Васрок, включая Коломну, Коломенский район, Егорьский, Шатура, там, ну и так далее. В общем, 11 муниципальных образований, 27 муниципальных образований, включая Воскресенье. Мы являлись кураторами всей этой работы. Сейчас конкурс уже объявлен, да, и, я думаю, наверное, до середины апреля, тогда, да? 15 мая, да, нет заключения контракта. До 15 мая, планирование заключения контракта уже после 15 мая мы увидим на работу. В прошлом году мы с значительным опозданием вышли на работу. Это не по нашей вине. Это технический сбой, в том числе были протесты у федеральной антимонаборной службы на те конкурсы, которые проводили на области. Не планируется, вчера выезжали представитель общественной палаты, Волкова, Софья Дэйвна, и она обратила внимание, что социальная аптека, где в Новлецке, вдоль Москва, я хочу объяснить, что жителям плохо это, тяжело добираться пешком, потому что до больницы ему чеки выписывают и обратно, у них там скамейки нет. У нас в этом году планируется, дай бог, наконец-то область не принято критиковать, но мы не область критикуем о некоторых чиновников из Министерства транспорта. У нас уже более год находится на согласовании паспорт маршрута улица Рабочая-Новлянск и удлинение маршрута до улицы Новлянска. Значит, там на улице Рабочая будет сделана разворотная площадка с тротуаром около дома, если мне память не меняется, 123, да, и разворотная площадка, и разворотная площадка будет сделана вот у социальной аптеки. Нет, они говорят, что вот они пока идут вот из аптеки, ну, жители там живут, ну, чтобы, они говорят, хотя бы были бы эти, скамеечки, вот, как вот, где вот Жукова магазин, вот, где сейчас доискаствует вот этот дом, вот этот сквер, и там вот идти им, им, как бы, очень долго, и пешком, и драться им, вот, в больницу. Я-то думал, социальная аптека, которая на улице Новлянска. Ну, да, они вот там идут, получают, как бы сказать, лекарства, а записывают в больницу, вот этот, как бы, промежуток, идти очень, ну, долгий, ну, длинный промежуток, и... Я понимаю, я говорю, там будет остановка на улице Новлянской, да, а остановка, имеешь в виду, на улице Энгельска. Ну, да, им, вот, если они при каком идут, в общем, по пути там. Да, да, вот, в общем, скамеечка. Поксик, запиши, пожалуйста, вместе с управляющей компанией, там, посмотреть. Продолжение темы благоустройства, про дороги сказали, пешеходный мост, сейчас там можно ногу сломать, а мне обещали, один из ваших заместителей, что еще до декабря будет сделан. Значит, да, вопрос есть. В прошлом году мы проводили два конкурса, на первый конкурс никто не вышел, на второй вышла одна организация, которая, она вышла на конкурс, но не вышла на работу. Значит, мы ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков через федеральную антимонопольную службу. Вот, в этом году до 15 апреля конкурс по мосту будет разыгран, будет проведен комплекс работы. В прошлом году мы провели обследование моста там, да, в этом году, в том числе, полотно будет отремонтировано. Там и перила, полотно, быки, так называемые, вот эти вот, это все будет отремонтировано и покрашено. Это мост получается, напомню, пешеходный, да. А следующий мост? Значит, один федеральный, как это, мост? Это мост на... Там же, да. Ржеды. Да, и это мост Автодор и дорога. Продолжать тем благоустройства и вообще обустройства города в этом году. Очень интересные зрители, волнует тема состояния остановок и близлежащих на территории. То есть, вот эта вот проблемная остановка возле больницы, которая... Я понял, Катерина Геннадь, я понял. Остановки павильонов? Да, значит, у нас всего 63 остановки, из них 48-100 павильонов. Значит, на некоторых остановках допускается, там, отсутствие павильонов, там, да. Значит, на наших городских дорогах био два раза в день должны осуществлять убилку остановок. Это первое. То, что касается остановки из заездного кармана у больницы, павильон там будет поставлен, потому что мы его снесли в прошлом году, он уже угрожал жизни и здоровью людей. Значит, более того, по заездному карману мы предъявили претензии к той организации, которая делала там дорогу. ДСК... Ну, не наша ДСК, Москва. ДСК-трест. 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 То есть, дорога, которая находится на балансе и на обслуживании в городе. Вот остальные дороги, это Чесносоветская, Октябрьская, Менделеева, Зелинского, это дороги МОЗАВТОДУРА. МОЗАВТОДУРА. ОВТОДУРА. МОЗАВТОДУРА. Что касается телевидения, вопрос такой, у нас предложительный, сегодня поступил в эту студию, жителям Магнанского микрорайона. Там кладбище Магнанского. Сейчас у нас, понимаете, готовится к празднику православным, все пойдут на Пасху на кладбище. Магнанского кладбища, она жаловалась, говорит, что там очень плохо, то что благоустройство не проводит, не то не драться. Звонила администрацию, узнавала, говорят, что никуда мы не отнесли. То есть в Балансе город не стоит. Это правда. Это не наше городское, это территория Фитинского поселения. Значит, все, что касается нашего города, мы в прошлом году обрезали ветки, обрезали деревья там, вот у памятника жертв политическим репрессиям, детям, несовершеннолетним узникам фашизма, привели благоустройство, посадили цветочки, и сейчас и по зиме мы там все выметали, и сейчас благоустройство будем там осуществлять. Но вот, к сожалению, там, мы в прошлом году проводили там переговоры с Фитинским поселением, но, значит, была мысль там каким-то образом красиво сделать хотя бы забор, но сплошной забор тоже нехорошо, некрасиво там люди будут ходить. А с другой стороны, жители города, они просят, чтобы там действительно заградили и установили сплошной забор, чтобы там понадобится не было. Ну, я поручу Андрею Евгеньевичу, чтобы мы проработали этот вопрос вместе с Фитинским поселением, но я думаю, мы придем к какому-то решению. Спасибо. Александр Васильевич, вопрос по поводу проекта «Докторских прудов» и на предположенной стороне тоже есть обсуждения по поводу проекта «Застройки». Что с этим проектом? Значит, на сегодня у нас по «Докторским прудам», во-первых, всю городскую собственность мы оформили, была проведена большая работа, потому что мы выходили даже в суды, потому что часть площадок находилась в аренде, в том числе этот пятачок на улице Доктора. Значит, работа была проведена, это сейчас в муниципальной собственности, и мы подготовили сначала эскизный проект, а потом провели проект изыскательской работы по «Докторским прудам». Следующий наш шаг – это разработка полномасштабного проекта по «Докторским прудам». Но мы хотели бы проект «Докторским прудам», как мы назвали «Водный парк», потому что там большая водная гладь, сделать в одном стиле с тем берегом, который в Навлянском квартале. Значит, по Навлянскому кварталу вы знаете тоже там, предполагалась многократная застройка. В настоящее время, значит, через суды была отменена аренда из аренита, а потом и этот участок снялся в австралийном счете под многоэтажную застройку. Сейчас мы подготовили документы, направили в район для того, чтобы вот эту часть Навлянского микрорайона охранить от циклы. Ну а потом уже вместе будем думать, что там сделать, потому что очень большие средства, там Наводный парк, там по предварительным итогам там 600 миллионов. Нет, многоэтажной застройки там не будет. То есть на сегодняшний день этот вопрос не стоит. Учитывая, что полномочия, где это находится, в районной администрации, мы обращаемся к ним с просьбой, чтобы там у нас была зона отдыха. Очень стыдно. Кстати, за последнее время мы оформили, если не память, не знаю, 27 участков кофе, именно с видом разрешенной использованием сфер. Это на территории городского Северной Экспресенск. Это побольше территории, поменьше, большие, в том числе и те отдельные, где, возможно, у нас застройка в той или иной степени. Вот мы это все оформили под Северной Экспресенск. Потом будем вместе с жителями дальше с ними думать, что делать, но поддерживать их в состоянии мы будем через БИО передаем на Баланс БИО и будем делать так, чтобы полномасштабная работа проводился в этом Северной Экспресенске. Кстати, на Баланс БИО передано и Мемориан Вечная Горь. Он не был оформлен. Кстати, вообще находился в бесхозе, мы его оформили тогда. Сейчас там началась работа по подготовке к празднованию «Синдселить Победы», проведены благоустроительные работы, почистки памятника, буквы, гарри и так далее. Еще один вопрос. Мы среди своих считателей провели опрос по качеству воды. Понятно, что ждать, что всех там настроят не ожидалось, но на самом деле результаты совсем страшны, потому что планка цифр не поднялась выше 20%. То есть вода удовлетворяет по качеству не более 20% жителей. Особенно на лопатистом, на хетрох, на хетрох. Есть видеосъемка, что там удается не то что пить, это даже в каком виде, это никогда не подходит. Что можно вообще здесь делать для того, чтобы повысить качество воды? Те, в общем-то, станция железная. Одна будет готова, другая. Тоже все не очень просто. Но если уж они забрали подготовку качества для себя, то, наверное, они могли и хорошую сделать, и будет на этом оборудование новое. Что же делать? Ну, я скажу так, что вот, если вы знаете пономолчий по рене ЖКХ, мы передали нам в район. Но, тем не менее, это касается жителей города, мы это отслеживаем. На окрестном заселении Совет депутатов, Совет депутатов обратились с предложением к администрации районок, чтобы они сделали отчет о том, что они не пламочи по рене ЖКХ. Ситуация сложная. Там из-за станции очистки здесь, там станции очистки, которые делал Аквосток, но не убил там до конца. Есть взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов Аквостока и станции очистки по неплатежам со стороны Аквостока. Это все есть. Ну, я сегодня очень не хочу сказать, что мы будем отслеживать пока, ничего сказать больше не могу, может быть, к сожалению. Ну, получается, что на ночи отдали нам не выполняться район, а то не смысл вообще? Ну, они не выполняются не потому, что они плохо работают, есть объективные, понимаете, и сети и так далее, и так далее. Значит, видеосъемку можно, я вполне говорю, ваши видеосъемки, и, конечно, есть, безусловно, вода. Когда особенно то включают, то выключают. Но вместе с районом мы будем как-то дальше выходить из этой ситуации. Хотя ситуация в системе ЖК действительно сложная. Это связано не только и не столько, скажем, с плохой работой самого коммунального хозяйства, сколько все неплатежания, которые сложились без Венчинского хозяйства, но это вы знаете. Это в том числе, я говорю, это не главное, но в том числе тот же АКВОСТОК, но они спорят о взаимных претензиях, Порядка 20 миллионов должен ЗАО «Станция очистки». К тому же по «Акваспоку» управляющей компанией «Больссервис» примерно 100 миллионов за выполненные услуги. Это и баланс, сколько должен «Акваспок», сколько ему должен, примерно один, как порядка 100 миллионов, так и остается. Спасибо. Вопрос в относительно отчета, хотя мы недалеко достаточно ушли, в эти проблематике углубились, так скажем, в шире людей коммунальных строительных проблем. Дело в том, что ваш отчет ежегодный, и в 2014 году вы, соответственно, отчитывались за свою работу в 2013. И в том отчете, в завершающей его части, были поставлены задачи на 2014 год. 10 задач было поставлено. И вот, может быть, не все читатели, слушатели, зрители наши средства массовой информации читали отчет непосредственно. Я бы хотел предложить вам вот такую форму блиц-опроса. То есть, я называю задачу, а вы честно, кратко просто говорите «да» и «нет». Ну, хорошо. Согласны, да? Я начну с конца и… Ну, вы имеете, что блиц-опрос – это хорошо, просто есть долгосрочные задачи. Нет, я цитирую этот раздел, он прямо так называется «Задачи на 2014 год». Я ничего своего не придумал. Продолжить работу по объявлению организации физических лиц, имеющих задолженность по налогам и сборам, пополнению доходной части. Завершить оформление прав администрации городского поселения Воскресенск на земельные участки под скверами, парками, парковыми зонами, автомобильными дорогами, плотинами и дамбами. Да, частично, потому что… То есть, не завершено. Завершить оформление? Да, по дорогам… Ну, очень большая работа. То есть, плюс-минус, да. Провести учет объектов уличного электроснабжения городского поселения Воскресенск? Да. Да. Как-то не видно. Провести инвентаризацию и паспортизацию объектов подоснабжения, водоопедения и теплоснабжения, переданных в пользование заводов востока ЗАО ВТС? Нет. Не в полном. Продолжить работу по явлению учета бесхозяйного имущества в целях его оформления в собственность городского поселения Воскресенска? Да. Завершить работу и ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ломоносова? Нет, он в этом году будет введен. Продолжить работу по формированию архитектурного облика города Воскресенска с широким участием представителей бизнеса и общественности города? Да. Бизнес привлекает, да, к этому положению внешних прав? Да, да, да. Завершить согласование утвердить правила землепользования и застройка городского поселения Воскресенска? Нет. Завершить... Значит, это теперь не наше полномочие. Завершить работу по согласованию и представить утверждение Советом Генеральный план Воскресенска? Передал ли полномочий? Передал ли полномочий? То есть, в 2014 году водопроводить на строение из ветка? Будет ли дело в этом году? То есть, нет? Да. Ну, как Вы оцениваете выполнение задачи на 2014 году? Уговорить его. Вопрос. Конкретно. Вопрос. Что будет с домом по улице Ломоносова, 113, групп 115? Игорь Михайлович. В 2013 году этот дом на решение правительства Московской области был перемен в собственность городского поселения Воскресенска. В 2014 году был проведен комплекс мер по оформлению собственность и дома участка. И был проведен конкурс. Условивание конкурса было следующее. Выигрывает та организация, которая предоставит наибольшее количество жилой площади для городского поселения Воскресенск. Там было четыре организации. Фактически, это Московская организация ООО «Спокойствие» и Воскресенске ДСК. Воскресенске ДСК предложил 14%, ООО «Спокойствие» – 25%, а потом отказался. Вторым был Воскресенскому строительному кандидату. На сегодняшний день решением Совета депутатов это здание и земельный участок включены в план приватизации. Сейчас готовится комплект документов для того, чтобы выставить это всё на торгию. Воскресенск. Комплект документов, оценка. Эксперты всего этого имеют. Даже безобразно там ставили, конечно. Вчера буквально два моих заместителя выезжали туда. Грустное впечатление составляет. И я там был по земле. Тем более, что за ним буквально строится хороший физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому наша задача – побыстрее решить этот вопрос. И чтобы это здание стало, если не украшением, то, по крайней мере, не портило тот внешний вид, который будет с благоустройством вокруг территории физкультуры, здравоохранительных комплексов. И вообще вот того места. Ещё рядом с школой. Да. Александр Васильевич, на Красноярском строительстве есть ещё один такой дом, но вот из Дзержинского. Разница не очень большая. Так же он не огорожен. Тот дом, это в городской собственности, тот в частной собственности. Мы уже нашли и собственника, и неоднократно посылали ему, и административно-техническая инспекция. Ну там, конечно, сносить его надо. Но мы не можем их сделать. Там и штрафы были, но пока, к сожалению, без результата. Александр Васильевич, вопрос по центру города. Когда будут сняты леса со Спаса на Крови? Хороший вопрос. Я сам этого жду. Значит, недавно я встречался с благочинным нашего Воскресенского округа, отцом Сергием. Значит, мы намерены торжественно осветить его в октябре. Они намерены, а мы помочь. Ну там депутаты, я знаю, городского совета занимаются, помогают, пытаются, по крайней мере. Ну там и все. Ну мы работаем, правильно. Наша главная задача сейчас, вы заговорили о лесах, и вести в строй наш мемориал, где мы решили увековечить всех воскресенцев, погибших в год Великой Отечественной войны. Вот это в 9 мая. Это надо сделать. То есть будет снят вот это ограждение, которое находится непосредственно на территории Нового Храма? Конечно. А что с этим зданием почты, которое судится? Уже сколько лет? Да, вот мы и судимся, и неоднократно попросили и прокуратуру, и даже сами хотели снести. Они с месяца назад или, может быть, меньше прислали нам бумагу, выражаясь, что мы не вздумали снести это здание, потому что это находится в Федеральном Союзе. Ну ничего, их штрафовали, да, встречи рабочие были на самом высоком уровне. Но вот, опять же, к сожалению, здесь пока ничего не получается. Будем продолжать эту работу? Что касается отчета вашего, который был в планах на 2016 год, вы говорили о модернизации освещения городского. Вы знаете, конкретно, где какие-то экстракции у нас происходят? Ну мы будем проводить. Мы и в прошлом году проводили, и в этом году. Если по улицам вы хотите, то бы я назвал, да? Да, что именно подразумевает модернизация? Модернизация. Модернизация. Это замена неизолирующих проводов самонесущим к изолированным фронтам СИП по улицам Центральная, Калинина, Кагана, Западная. В июне мы планируем заменить светильники на улице Чапаева. По улице Ленинской, Мичулина, Монтажной и Белинского в июле будет осуществлено новое технологическое присоединение, которое позволит повысить нагрузку. И строительство новых линий уличного освещения запланировано по улицам Зелинского, Рабочая и Новлянская. Мы столкнулись, в общем-то, с такой же проблемой, как и по другим объектам. То есть объекты уличного освещения не находились в собственности городского поселения Воскресенск. А это значит, что ничего мы с ними сделали не можем. Мы даже в бульваре Гагарина в свое время много жалоб жителей было на отсутствие освещения на бульваре Гагарина, и мы ремонт там провели после того, как оформили собственность городского поселения Воскресенске. В общем-то, там новый фонтан взяли, юбилей в городе. Мы как раз постепенно перешли к пешеходным зонам. И вот если по доктору Гагарина и Рабочим мы так себе представляем, вот что за пешеходная зона по улице Октябрьской? Об этом тоже конкретно говорилось в отчете. Значит, после анализа и проведения всей этой работы архитектурного облика города Воскресенска, Главное управление архитектуры рекомендовало нам сделать пешеходную зону на улице Октябрьской. Это решение окончательно принято буквально, наверное, месяц назад. Сейчас мы будем прорабатывать этот вопрос, но это в рамках благоустройства. Эту работу будем проводить. Конечно, движение по этой улице мы останавливать не будем. Это безусловно. Но учитывая, что там много магазинов, палаточек и так далее, нам рекомендовано сделать пешеходную улицу здесь. То есть будет выгорожена территория тротуаров, а движение останется? Да, движение останется. Движение по улице автомобильное останется. Можно еще вопрос касательно юбилей Победы, который планируется мы готовимся как-то отмечать. И я знаю, что февральским советом были внесены земные бюджеты. Было выделено миллион четыреста тысяч рублей на лимонное покрытие, дорожное вокруг мемориала. А есть слава на улице Октябрьской центральной? Да, вот у меня вопрос. На самом деле, ситуация с этим покрытием была очевидна год назад и два года назад. И, по-моему, даже к прежнему Дню Победы говорилось о необходимости ремонта этого покрытия. Но почему-то не было заложено это не стационарно, стандартно бюджетом. Потребовалось именно экстраординарное заседание в феврале. И вообще успеют. Вопрос, почему так потребовалось экстраординарное решение по выделению средств? Почему нельзя их было выделить заранее? И успеют ли отремонтировать? А то будет долгострой только на первом этаже с туалетом и с подъездом, подходом. Я сначала полисла вас, расскажу вам потом про долгострой. Действительно, коллеги, если вы помните, в 2014 году мы сделали постамент Мараврук, это не из бюджетных средств, а из внебюджетных средств. Спасибо нашим спонсорам и тем, кто работал с ними, конкретно это наше предприятие благоустройство и озеленение. К сожалению, таких мест, Олег Сергеевич, у нас много в Схристианске, где требуется внимание в первую очередь, и право в том, что это все к юбилею Победы. Наша задача сделать это к юбилею Победы, почему это не было сделано год-два-пять лет назад, к прошлому, в момент фирмобиль, в смысле? Вы же это проживаете. Сегодня разместили аукцион, и сегодня нам только пришло согласование из правительства области на проведение этих работ. И тут же мы разместили аукцион. Получше так, что ветераны пришнут к мемориалу, а там будут ремонтные работы, все перекрыто, как вот здесь, леса стоят и все остальное. Олег Сергеевич, в нашей жизни, вы знаете, ни от чего не отвлекаетесь там, да? Как получится, я ставлю задачу сделать это все до 9 марта. В любом случае, значит, ветераны получат возможность, если взять желание, назначать цветы, провести там встречу и так далее и так далее. Что касается вот этого пандуса у нас подбирающей строительной площадки здесь в администрации и ремонта туалет на первом этаже и туалет для маломобильных групп населения, Смогу сказать, что мы разорвали контракт с тем подрядчиком, который был, он не выполнил свои условия, он до 1 января должен был сделать. Потом мы с ними долгое время судились, мы выставили им все штрафные санкции. На сегодня конкурс прошел, уже есть подрядчик и документы по заключению контракта находятся у подрядчика для подписания. Да, до 26 апреля они делают пандус, а потом приступают к остальным работам. Но есть вот, к сожалению, у нас такие организации, которые плохо работают. Это не только беда от Слесенской, это, к сожалению, беда всей России, в том числе и Московской области. Вопрос относительно представлений по выпискам, как это вообще поменится, подтверждается? Да, оно будет отменено. Отменено? По правилам благоустройства мы будем разделать по выискам, которые согласуем с заинтересованными министерствами области. Но постановление отменено полностью и отменяется участие. То есть, а мы не обвлечены по правилам. Единственное, там были правила, а у нас будет разработан свой порядок. Да, свой порядок. Ну, последнее дело, это новое правило, но они... Ну, мы пойдем на встречу с предпринимателем. Вы уже встречались с нашим предпринимателем и взятым советом. На совещании у меня, на совещании даже у главы района, который главы района собираются. Свою позицию я и выставлю. Под фунал, под завершением мой вопрос. У меня вот такой, не по отчету, а такой жизненный. Я женат. Мне хочется забегать вперед, но все равно представляется развитие своей судьбы, своей карьеры. А если районы, город будут совмещены? Ну, вот так, районы, город, они совмещены не будут, потому что там, как бы, разные территории. Я вот, ну, я в своей карьере, да, до сих всего могу сказать, что я пенсионер ФСБ. Когда я шел на выборы, одной из моих идей было, кстати, слияние администрации городского поселения Воскресенск и района. Эта идея, как бы, вот она тогда была. Значит, на сегодняшний день говорить о том, что это будет сегодня или завтра, пока не приходится. Значит, область идет по тому, что образуются городские округа. Это в Озерах. Вот сейчас у нас Подольск, Подольский район, Климовск. У нас Королев и Юбилейный, ну, там еще порядка семи, в этом году планируется создание городских округов. Значит, по выкладкам и расчетам правительства и тех районов, где это проводится, значит, это дает снижение затрат на содержание административного аппарата очень серьезно, более 50%, как мы считаем. Это важный момент. Значит, я не знаю, сколько сейчас там в администрации района работает, но на сегодняшний день у нас 52, по-моему, муниципальных встреч в городском поселении. Значит, всего мы по сравнению с 1 январем 2014 года и 1 январем 2015 года, у нас численность стала, по-моему, меньше на семь человек. Мы вписываемся в этот норматив. Геннадий Николаевич Пестов был на совещании в правительство области. Как бы претензий ни к поселению района, ни к району нет в плане превышения численности. Значит, что будет дальше, трудно сказать, но я буду за то, чтобы был не городской округ, не слияние двух администраций округа. В таком случае чем будете заниматься? Главой округа. Шутка, шутка. Я хочу сказать, что при слиянии администрации или, образно, при передаче пламочи администрации городского поселения Воскресенск району у нас остается совет депутатов, у нас остается глава. Поэтому нет, ну а в районе работают пусть более молодые, в том числе в городском округе, если люди, или в администрации, или в районе. Но, хочу сказать, что, конечно, создание городского округа – это, на мой взгляд, опять же, это все просчитывать надо. Скажется негативно на доступности населения сельских и даже городских поселений Воскресенского района к власти. Если есть в Ашикова сельское поселение и администрация, которая, кстати так сказать, серьезно сократилась там, и у сельских поселений всего осталось, если мне память изменит, 13 или 11 полномочий из 39, у которых они были. Но, тем не менее, люди знают, люди могут дойти, достучаться. Тем более, сейчас у нас работает МФЦ, многофункциональный центр, еще один планируется открыть в Велозерском городском поселении. Удаленные окна планируются открыть по многим поселениям, поэтому это будет у нас способствовать тому, чтобы наши люди, граждане, жители Воскресенского района, в том числе города, поступают, получали услуги. Услуги как от власти, так и от удаленных окон и многоконациональных центров. Позвольте, пожалуйста, а то вдруг я не успею. Спасибо большое, что считаете вопросы с сайта Воскресенского района. Я задал не три, а два вопроса. Третий у меня такой вопрос касательно кадровой политики и вообще доверия к своим первым заместителям. Вот касательно того дня, когда был отчет ваш за 2014 год, не все потом пришли на Советы депутатов. Касательно ситуации с молодежным центром, бывшим Панферовой. На Совете депутатов депутат городского поселения Панферова озвучила, что ваш первый заместитель, Кривоногов Максим Геннадьевич, оказывал на нее давление при голосовании за кандидатуру председателя Совета депутатов. Это было при СМИ, при прокуратуре, при других депутатах. И, собственно, вот какие меры были приняты, подали ли ваш заместитель заявление в суд на клевету в адрес Панферовой? Если нет, то, получается, тем самым он признает факт своего давления на депутата. Если это так, то почему вы не ставите вопрос доверия к своему первому заму и его увольнение по отрицательным мотивам? Спасибо. Спасибо. Ну, ситуация, которая складывается в Воскресенском молодежном центре, вы все знаете, мне объясняете. Нет, нет, не стоит. Не стоит, да? Все знают. Все знают. Ну, вот хорошо. Про кадровую политику, пожалуйста. Да, про кадровую политику. На сегодняшний день моим первым заместителем Совета депутатов городской поселения Москресенск поддана обращение по поводу заявления Панферовой. Это первое. Второе. Заявление Панферовой, обращение Панферовой поступило в Воскресенскую городскую прокуратуру не только на, как бы, по ее мнению, давление со стороны моего первого заместителя Кривонога Максима Геннадьевича, но и на те якобы незаконные вставления, решения, которые приняты в отношении Воскресенского молодежного центра. Я прошу прощения, завели никуда, в прокуратуру, в полицию? В прокуратуру, в прокуратуру. Значит, на сегодняшний день, в том числе и в отношении Кривоногова. На сегодняшний день все документы представлены. Кривоновов Максим Геннадьевич, вертинезай, успел он или не успел объяснение прокуратуре, успел, да? Успел отдать объяснение прокуратуре. Ну, подошел результаты проверки прокуратуры. А что касается доверия, могу сказать, что своим замом, своим сотрудникам я доверяю. Спасибо. Александр Николаевич, Ваш... Я хотел спросить. Давай спросить. В Колберево, видите, я сам оттуда живу, в Колберево. Они спрашивают, вот, значит, пляжи. И у них там проехать, ну, к дому Колберевские 4, это, ну, как бы, ну, часть, не заасфортировали территорию еще в том году, вот, они бы хотели, чтобы дети не ходили, ну, лужи. К сожалению, там, как такового пляжа нет, там есть и воду. А будет пляж? Да, вот, значит, там надо разобраться нам с тем зданием, которое было построено, до конца его, наверное, снесем, чтобы... А вы снесли там? Нет, 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 там крышу только сломали. Стены стоят. Я снизу, живу там, не хотелось бы. Александр Николаевич, я... Ты же и в Колберево говорил. Нет, здесь, в Колберево. Что, вы сидели из Колберево? Нет, я там прописан, там мне Клоптина. А жули, если я... Вот видишь, я все чаще по городу хожу. Вот и живу там, честно. Живу и чаще и вижу. Значит, нужно будет разобраться с этим зданием. Ну, конечно, я скажу, что он... Официально разрешенных мест для купания у нас не было в прошлом году, да, Андрей Евгеньевич? Не было. Официально разрешенных нет. То есть, к сожалению, качество воды в наших водоемах не удовлетворяет санитарным нормам. Мы можем только делать отдых в углу воды. Я там проезжал летом, да и бываю там часто, на улице Московской, на Колберевской, ну, и на других улицах. Я видел там действительно, сколько много людей купается. Или отдыхают. Или отдыхают. К сожалению, купаться там нельзя, а отдыхать, наверное, можно. Все, что можно было сделать, там, завести песочек, установить мусоросборники и так далее, и так далее. Мы будем оформлять земельный участок, для того, чтобы там навести поляшки. Мы оформили земельный участок на микроволюме Лопатинский, около озера. Вот. И призывали наших предпринимателей, поучаствовать в благоустройстве, место для купания. А вот хоккейная площадка Зеленского, 18, мы обращались к вам, она, как бы ее примет, она уже, даже как сломает. Зеленского, 18. Я хочу, если по данному учету, что в мае месяце истекает срок постановки на учете как безхоз, и мы планируем, где-то июль, месяц, оформление правособственности за грозки в селе. Реакции есть. А вот еще хочу последнее. Жители, мне просто попросили. Ставьте на следующую встречу, Александр Николаевич. В Сенеевске, 18, жители. Ленинское, 18, дом жилой там, у них эта вода выше второго этажа не поднимается. Ну, как бы, вот, если решить эту проблему. Ленинское, 18. Хорошо, мы обратились. Мы вожди дома? Пятиэтажные. Ленинское, 18. Адрей Георгий. Да, они очень просили. Запиши, да, информацию проверить, до управления ЖКХ довести. Спасибо. И попроси, чтобы они разобрались с этой ситуацией. Я могу еще сказать, что, вот, буквально вчера мы запускали, запустили строй в работу, лифт по юбилейному дом детства. Вот я вам скажу, вот, жители, да, пусть вот маленькая, но, как бы, наши совместные победы, вместе с жителями, вместе с управляющей компанией, у них с 96-го года, какой дом вступил в строй, не было лифта. Наконец-то, вместе мы с управляющей компанией Строй 21 век, там, с администрацией, с областью, мы внесли, именно в прошлом году, программу капитального ремонта, и, наконец-то, сделали там, так что, можно сказать, что для жителей этого дома, пусть у нас до подъезда, 9-этажных, но, тем не менее, комфортность стала выше. Всем спасибо. А, еще вопрос? Ну, давай. Какой-то городской парк. Такая проблема, если вы знаете, урны, да, внутренние, Вы уже говорили о том, что у нас пары относятся к федеральной собственности, да, что мы не можем там выделять средства, но субботниками там, я думаю, обойдется только. А как-то все-таки, да, впереди лета, и это опять будет такая вот, не очень хорошая картина. Что делать? Я скажу, будем поднимать общественность. Вы понимаете, что другого, я сказать не могу. Да, у нас в начале этого года и в прошлом году было два совещания с агентством. В этом году, наконец, строилось, строилось место оформления за агентством территории, как с усадьбы Кривятина, там, так и всего городского парка. Значит, как только, ну, вы в курсе, как только они оформят эту собственность государственную, они могут выставлять все это на конкурс. Задача такая же, как постпаскай. Выставить на конкурс, потому что, ну, государство объеменствует, конечно, такие расходы, по, всем памятникам истории культуры, которые там в России. Будем вместе с агентством искать инвесторов. Так, все, да? Я вам скажу так, что если будет желание встретиться со мной, я буду только рад. Вы скажите, ну, особых информационных поводов там не было, да? Вот, прошел отчет, ну, я решил вас пригласить. Если будут какие-то отдельные вопросы, мы можем собираться не раз в месяц, но раз в неделю, час, раз в кварт, там и так далее. Да, раз в кварт и отнесем. Да. Если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Вопросы всегда есть. Вопросы всегда есть. Существует еще одно постановление, если что-то завершать. Существует? Да. Существует еще одно постановление. Откасательно молодежи Центра. Я не говорю, что там состояние получения кашеварения, с этими спорами. Он, Виктор, сказал, что это объяснять нечего, и так все понятно. Все понятно. вот сейчас помещение подрискивается, я не знаю, будет ли формат молодежного центра клуба какой-то, не знаю. Это же может быть совершенно в разном виде. Совершенно будет в разном. В разном виде это и будет. Но, тем не менее, вот сейчас уже какие-то варианты есть, может, уже найдены, вот решили, куда ходить. Дети будут ходить. Концерты, культурно-досугой Центр, Москворецкий раз, ДК Цементник два. Красно-московский педагог, красный педагог, Нет, я к чему говорю? А вот в том-то и дело, что значит, Москва-сенский молодежный центр, он себе определил политику из мукраинского строительства. Это неправильно. Это в корне неверно. Москва-лодежная политика, она на территории всего городского поселения. Поэтому это будет и Москворецкий, и физкультурно-оздоровительный мукраинский Сейчас там мы провели переговоры с управлением культуры. Есть большой читальный зал библиотеки там на втором этаже детская на панелье. Да. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Будет парк на улице Держинского. Мы это все делаем для того, чтобы как раз работа по месту жительства не затухла, а наоборот развивалась и эффективность этой работы была выше. Но если предположить, что есть помещение сейчас, да? Нет там помещения. Нет там помещения для занятий по месту жительства. Нет там помещения. Те планы, которые мы озвучили и в прошлом году в перспективе строительства на улице Рабочей, мы там и землю уже выделили под молодежный центр, она не, у нас повестки дня не снимается. Там выделены были 5 млн, это проект, да? Ну да, примерно так вот. Держинский завод. Да. Значит, на сегодняшний день просто по рекомендации проектизации все новые стройки, все изыскания, все проекты, они только отложены. Вот, отложены мы, ну их отложили в финансовом плане, а для себя мы не отложили, мы будем искать. В том числе, может быть, и мы дешевле найдем. типовые проекты там и так далее, и так далее. Правительство выходит на это, как по типовым проектам, как физкультура на здоровительных комплексах, так и много других медицинских комплексов там разных, ну и детских садов, школ и так далее. Поэтому на сегодняшний день вот так вот. Ну что, коллеги, спасибо всем доброго здоровья. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Воскресенье Христово желаю всем всего самого доброго. Спасибо.